Итак, сегодня в гостях Атташе посольства Российской Федерации в Латвии по вопросам образования Алексей Доманов. Напоминаем, телефоны прямого эфира. 6-7-2-12-9-3-9. 6-7-2-12-9-3-9. Да, есть также видеочат на портале MixNewsLV. Там идет прямая видеотрансляция. Вы можете писать и задавать свои вопросы там. И также на страничке радиоболтком в Фейсбуке. И большая просьба, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, не откладывайте на последние минутки ваши вопросы. Тогда уже пора заканчивать. Да, я понимаю, что иногда созревает поздно уже вопрос, но если у вас он раньше появился, пожалуйста, используйте возможность задавать раньше, потому что иначе мы не успеваем тогда всех вас принять. Не держитесь в себе вопрос. Да, пожалуйста. А мы говорим о программе Министерства образования и науки Российской Федерации, которая дает возможность гражданам Латвии, а также негражданам, проживающим в Латвии и гражданам России, получить среднепрофессиональное высшее образование за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Программа действует с 2001 года и говорят, что количество латвийцев, желающих учиться в России, растет. Действительно, все больше и больше людей. В этом году у нас есть возможность принять не 80 человек, как в прошлом году, а 85. И действительно, мы видим рост спроса на образование в России. Это может быть связано с различными обстоятельствами. Главное, наверное, это то, что Россия предоставляет очень много возможностей гражданам Латвии, негражданам и проживающим здесь гражданам России, предоставляет много возможностей учиться, получать не только образование, но и потом получить работу, то есть трудоустроиться. И очень многие выделяют, разумеется, качество образования, которое осталось с советских времен довольно серьезным, особенно в технических науках. И, конечно же, репутация российского образования здесь играет на руку, потому что у латвийцев есть возможность получить образование именно такого качества. Давайте сначала тогда по процедурному вопросу, чтобы сразу мы потом еще повторим в конце, какие нужны документы, до какого числа и куда обращаться. Как это все проходит? Именно по процедуре как проходит? Подача заявлений? Процедура делится на два этапа. Первый этап проводится здесь, второй этап проводится в Москве. Ну, про московский этап, наверное, не так интересно. Скажу про первый этап подачи документов и рассмотрения досье кандидата на комиссии в посольстве, заседание конкурсной комиссии под председательством, ну, естественно, глава нашей конкурсной комиссии, это посол Российской Федерации в Латвийской Республике Александр Альбертович Вишняков. Чтобы подать досье на рассмотрение этой комиссии, нужно до 16 марта, либо в электронном виде, либо по тем каналам, которые приведены на сайте посольства, подать досье из анкеты заявления, из копии паспорта. Также в это досье, в обязательный комплект документов, должен входить документ о образовании. Ну, например, вы готовитесь получать аттестат, и у вас должна быть выписка оценок, по крайней мере, за последнюю четверть. И, кроме того, приветствуется, если вы подадите досье, досье, в котором будут рекомендательные письма, документы о том, что человек участвовал в конкурсе, как-то проявил себя по этой специальности, и это все будет рассмотрено в комиссии. Рекомендательные письма от кого? Рекомендательные письма от общественных деятелей, от специалистов в этой специальности, от знаменитых, может быть, деятелей искусства. Но это если есть, да, или это в обязательном порядке? Если есть, мы, конечно, не требуем, но это будет... Дополнительным таким бонусом. Да, возможно, некоторые члены комиссии зачтут это дополнительным бонусом. Я за всех, конечно, решать не могу. После этого будет проходить отбор на конкурсной комиссии. Заседание запланировано примерно на конец марта, и после этого до 5 апреля можно будет донести другие документы, как-то медицинскую справку, и можно будет донести еще один документ, можно будет донести заверение всех тех документов, которые вы подавали. То есть, например, если документы на латышском, они могут быть рассмотрены на комиссии без перевода. Ну, можете перевести, например, на русский язык как-то там по-своему, но не тратить деньги на нотариуса, не заверять документы. То есть, рекомендательные письма могут быть на латышском языке, скажем? Комиссия владеет латышским языком, да. Сразу это точно будет на латышском, медицинском. Некоторые выдают справку на русском языке, что мы приветствуем, разумеется. И русский язык нужен в основном на втором этапе, о котором я как раз умолчал. В Москве вас будут, скорее всего, распределять по вузам. Тех людей, которых отобрали на комиссии при посольстве здесь, в Латвии, их будут распределять по вузам России. Разумеется, российские вузы не все, так скажем, знают латышский, и, возможно, будет трудно прочитать некоторые документы. Именно поэтому желательно перевести документы, которые вы хотите показать в вузу, на русский язык. Что касается досье, очень часто спрашивают, нужно ли переводить досье на русский язык. Тут все зависит от вашего желания. Хотите вы показать вузу, что у вас есть такие успехи? Ну, тогда, может быть, имеет смысл перевести, но мы не настаиваем. А вот заявление прозвольное в форуме или там какой-то образец предоставлено? Анкета заявления по образцу представлена на сайте. То есть это образец 40, по-моему, пунктов, которых совершенно не нужно бояться. Они все очень логичные. Если есть какие-то вопросы по заполнению, пожалуйста, обращайтесь с вопросами. По телефону, приведенному на сайте, я сам готов, конечно же, ответить. Я не всегда бываю, правда, на месте. Но, конечно, все вопросы по оформлению документов, они резонны, они, конечно же, возникают. И мы на всех на них отвечаем вместе с русским обществом в Латвии. Есть ли какие-то условия по среднему баллу в аттестате или по результатам выпускных экзаменов, которые, естественно, еще не пройдут тогда, когда будут подаваться документы? Условий нет, все зависит от конкурса. К нам могут прийти люди, у которых только, например, 7 и 8 средний балл. Конечно же, мы от них не будем требовать, чтобы у них у всех были десятки. Ну, это хороший. Средний балл 7 и 8, разве плохо? Или это для этих кузов, которые... Многие к нам поступают с девятками и десятками, поэтому средний балл разнится. Ну, это так, по-другому. А есть какие-то ограничения там, скажем, возрастные? Возрастных ограничений нету, ни в прошлом году, ни в этом году. У нас есть кандидаты, которые, по крайней мере, намерены в этом году подать в 30 лет, в 35 лет. Ну, а вот средний балл любой, а вот выпускные экзамены, они же еще не пройдут в этот момент. Да, что касается выпускных экзаменов, вы предоставляете оценки последней аттестации. То есть, если у вас в университете, в бакалавриате, например, была последняя аттестация на сессии, допустим, человек уже учится в России или в Латвии, в бакалавриате у него есть зачетка за последнюю сессию, он приносит именно ее. Все, конечно, понимают, что пока еще нету диплома бакалаврского, и ВУЗ отбирает именно по оценкам за последнюю сессию, ну, или за предыдущие годы, если человек согласен предоставить эти оценки, разумеется, у ВУЗа не будет возможности пока что посмотреть на результаты выпускных экзаменов, и это не требуется. Результаты выпускных экзаменов, то есть бакалаврский диплом и аттестат, вы покажете в сентябре в ВУЗу, когда уже приедете в ВУЗ. А заявления подаются на специальности или в ВУЗ конкретный? Вот как это происходит? Заявления подаются на конкретную специальность, на одну, на две специальности нельзя, и в шесть ВУЗов. То есть в этой анкете заявлений по форме, которая приведена на сайте посольства, в этой форме можно указать шесть ВУЗов, два ВУЗа в одном федеральном округе, то есть, например, два ВУЗа в Москве, два ВУЗа в Санкт-Петербурге, и два ВУЗа в остальных регионах России, например, или два ВУЗа в Центральном федеральном округе, два в Северо-Западном и так далее. И таким образом есть возможность поступить в шесть ВУЗов. Если первый ВУЗ отверг, не беда, анкета поступает во второй ВУЗ, который указан в списке по приоритету, потом второй ВУЗ вполне может взять человека с этим же самым досье, то есть человеку ничего не нужно будет делать, только отправить досье в Россию, а там уже шесть ВУЗов будут за него бороться. Да, но если человек, допустим, хочет конкретно в Москву или в Санкт-Петербург, он не хочет, может быть, куда-то дальше ехать, допустим, как в этом случае быть? Указать четыре ВУЗа, два петербургских, два московских, например, и надеяться, что эти ВУЗы примут. В прошлом году у нас больше половины людей, больше половины абитуриентов поступили в первый ВУЗ, то есть их не отклоняли, не отправляли в другой город. Напомню, что у нас в гостях сегодня пресс, простите, атташе посольства Российской Федерации в Латвии по вопросам образования, Алексей Доманов. Мы говорим сегодня о том, как получить образование в России, мы говорим о высшем образовании сегодня, а как вот с этими ступенями, степенями, потому что мы же знаем, что у нас тут бакалавры, магистры, как в России сейчас и в этих ВУЗах. Интеграция России в Балонский процесс идет уже несколько лет, поэтому очень много ВУЗов уже перешли на систему бакалаврят-магистратуры. Большинство где-то остался, конечно, специалитет, в основном по техническим специальностям и по медицинским специальностям. Но это не беда, все равно можно будет трудоустроиться с этим дипломом и в Латвии, и в других странах Европейского Союза. Нужно будет пройти небольшую процедуру, но обычно эта процедура облегчается тем, что у крупнейших российских ВУЗов есть специальные отделы, которые занимаются интеграцией в Балонский процесс. То есть, скорее всего, вы в своем ВУЗе, если это ВУЗ, который действительно идет по этому пути, скорее всего, вы в ВУЗе получите бакалаврский диплом или магистерский с Балонским приложением. То есть у вас будут не только пятерки-четверки, но и АБ в вашем дипломе. Да, и потом с этими оценками можно будет и продолжать обучение в другой стране, мы не настаиваем, чтобы люди оставались в России, и можно будет трудоустроиться. То есть, несмотря на то, что обучение идет за счет средств федерального бюджета России, тем не менее, не заставляют выпускников оставаться отрабатывать какую-то там вот как... Не настаиваем, не перетягиваем, как некоторые, может быть, думают. Нет, нет такого, да? А вот комиссия, вот я бы милого подводила читать, что комиссия оценивает не только там оценки, участие в Олимпиадах, но и общественную деятельность, подаваемое зрение, в том числе и участие в конкурсах, конференциях и других мероприятиях, связанных с развитием и поддержкой русского языка и культуры. Действительно это имеет какую-то, если общественная деятельность в пользу там соотечественников развития русского языка, то это как-то больше шансов у человека. Отражаются, да, на результатах. Да, действительно, многие члены конкурсной комиссии поощряют это. Опять же, я не могу говорить за всех, но это будет не только учтено, но и будет поощряться, конечно, да. Мы поговорим о том, какие вузы сегодня ждут наших жителей, граждан Латвии и также граждан России с постоянным видом на жительство в Латвии. Какие вузы в этом году? После перерыва на новости и рекламу у нас в студии атташе посольства Российской Федерации в Латвии по вопросам образования Алексей Доманов. Пожалуйста, звоните нам, если есть вопросы. 672-12-939, 672-13-939. Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Сегодня мы говорим о том, как латвийским абитуриентам получить образование в России. У нас в гостях атташе посольства Российской Федерации в Латвии по вопросам образования Алексей Доманов. Напоминаю, телефоны прямого эфира для ваших вопросов по этой теме. Пожалуйста, 672-12-939, 672-13-939. У нас есть звонок, давайте его примем сразу. Пожалуйста, здравствуйте. Возрастных ограничений нету, как в прошлом году, так и в этом. Что касается граждан Европейского Союза, могут поступать по этой программе в принципе не только в Латвии, но и в других странах. Граждане Евросоюза, разумеется, но именно наше посольство обрабатывает заявки граждан Латвии. То есть, если вы гражданин Латвии... Или не гражданин Латвии. Или не гражданин Латвии, то тогда, разумеется, вы можете подавать заявки в посольство. А если граждане Литвы или Эстонии, скажем? Тогда, пожалуйста, обратитесь в посольство в Эстонии и в Литве. Там тоже есть программы такие же, соответственно. Это программа по всему миру, да, выделяется несколько тысяч мест по всему миру. Пожалуйста, обращайтесь в те посольства в ваших странах. И там, если, конечно, возникнут какие-то проблемы, обращайтесь ко мне, я готов на все вопросы ответить, разумеется. И гражданин Латвии или не гражданин может подать заявку, независимо от того, русский у него родной или нет. Да, до 16 марта вот ждут заявок. Пожалуйста, не пропустите эту возможность для тех, кому это интересно. Пожалуйста, есть еще звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вопрос такой. Все-таки, видя большой заинтересованности русскоязычных об образовании России в связи с этой обстановкой в Латвии, Россия как-то маловато выделяет квот для, скажем, граждан и не граждан России, в Латвии. Даже, по-моему, меньше, чем в прошлом году. И как-то в прошлом году было много квот на гуманитарные дисциплины. Но в этом году их как-то уменьшили в связи с чем? Или это регулировка идет? А вы где информацию почерпнули о том, что уменьшили количество квот? Мы только что сказали, что увеличили. Мы следим за этим. Да, но мы только что, в первых уст было сказано, что увеличено. Гуманитарных стало меньше, но неважно. Все равно, в связи с тем, что все-таки русскоязычных в Латвии-то побольше, чем в Латвии, в Эстонии, в Литве, может быть, было бы возможно как-то увеличить количество квот. Мы знаем, что очень большое количество претендентов в соотносительно процентном на квот. Большой конкурс получается. Не все желающие могут туда попасть. Хотя дети очень умные, хорошие. И России бы самое время забрать этот цвет. Понимаю вас. Постепенно увеличивается количество квот, которые выделяются Российским министерством образования для Латвии. В этом году увеличение произошло на пять мест. То есть постепенно пожелания слушателя учитываются. Мы со своей стороны, как посольство, собираем заявки и пытаемся передать в Москву те пожелания соотечественников. Например, прошлым летом проводился такой импровизированный опрос студентов. И мы действительно в Москву сообщили, что здесь очень много русскоязычных. И они очень хотели бы получить образование в России. Так что постепенно Москва прислушивается к нашим и к вашим пожеланиям. Что касается большего количества мест и большого спроса, это только один канал поступления в российские вузы. Второй канал – это так называемое право преимущественного приема вузов. То есть вы можете подавать практически то же самое досье напрямую в вузы. Список таких вузов с этим правом в прошлом году приведен на сайте посольства в разделе обучения в России. Там есть приказ Министерства образования и науки России от 13 мая со списком этих вузов, которые могут по всей стране набирать людей, то есть не только из Латвии, набирать от 30 до 60 человек. И условия такие же? Это бюджетное обучение? Это бюджетное обучение. Условия отбора могут немножко отличаться. То есть может быть небольшой тест по русскому языку, небольшое тестирование по математике на соответствующие специальности, то есть, разумеется, не на специальности культуры и искусства. Может быть небольшое такое профориентационное собеседование. Но эти испытания ни в коем случае не должны людей пугать. В прошлом году по этому каналу поступило очень много людей. Сравнимое количество, я сейчас точно не скажу, но сравнимое количество с объемом нашей посольской квоты. Таким образом, если вам не хватает посольской квоты, или вы не нашли, например, специальностей, потому что действительно в этом году такая перебалансировка, действительно выделили больше технических специальностей, но это не значит, что нельзя подавать на специальности, которые не приведены в плане приема, размещенном на сайте посольства. Так вот, если вы не нашли свои специальности или подали на эту специальность, которая не была в плане приема, но, к сожалению, не прошли, у вас есть второй канал, преимущественный прием, и третий канал, сдать экзамены напрямую в ВУЗ, то есть, либо летом приехать, либо уже за годи подготовиться, сдать единый государственный экзамен. Скорее всего, в этом году его можно будет сдать и в Латвии тоже. Да, как обычно при посредничестве русского общества в Латвии. Скорее всего, третий – это надо. Да, если у вас, кстати, есть вопросы какие-то, сразу могу сказать, что обычно очень хорошо помогают в русском обществе. В Латвии они много лет этим занимаются, и различные консультации, и в том числе, и как написать заявление, как анкету заполнить, и различные практические советы на основании того, как вообще идет процедура, там помогут, и помогут в том числе и с вопросом экзаменов выяснить все необходимые подробности. Есть еще звонок у нас, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Значит, вопрос про общежитие, не буду раскрывать, сами объясните нам. Вопрос про стипендии, вопрос про заочное и вечернее отделение, и вопрос про сроки. Спасибо. Что касается сроков, как я уже говорил, до 16 марта можно подавать заявление, и до 5 марта те кандидаты, которые рекомендованы, могут донести свои документы. Что касается заочного и вечернего обучения, не знаю, к сожалению или к счастью, прием ведется именно на очное отделение. Если есть вопросы по поводу заочного или вечернего, то, разумеется, звоните, найдем какие-то возможности. Скорее всего, это будет третий канал, то есть сдача экзаменов напрямую. Летом, скорее всего, но, скорее всего, не ограничивается этим. Общежитие. Общежитие предоставляется на таких же условиях, как и гражданам России. То есть людям, которые поступили именно по этой посольской квоте, я сейчас не говорю про другие каналы, этим людям будет предоставляться общежитие, как и гражданам России, они в сентябре приедут, и возможно их, вот некоторые вузы, я просто знаю, возможно их заселят даже в общежитие лучше качеством, чем общежитие для российских граждан. За это будет взиматься плата, но такая же плата, как с российских граждан, а для российских граждан эта плата покрывается стипендией обычно. То есть Российское министерство образования не поднимает плату за общежитие настолько, чтобы это перекрывало российскую стипендию. Следовательно, плата за российское общежитие в евровом эквиваленте будет минимальная. То есть в евро вы заплатите довольно мало. И также хотелось бы сказать про то, что сейчас общежития, многие ремонтируются в вузах, и инфраструктура подготовлена для приема студентов. А со стипендиями что, какие стипендии сейчас в России? Ну так, примерно. Я понимаю, что вузы все по-разному. Да, сейчас зависит от вуза. Это примерно 2000 рублей базовая стипендия. Также можно получить повышенную стипендию за успехи на экзаменах, на сессии. Очень важное уточнение, что люди, которые поступают по нашей посольской квоте, имеют стипендию вне зависимости от специальности. То есть если по каким-то причинам, из-за того, что школьная программа была не такая, как в России, из-за того, что язык не был освоен теми, например, теми, у кого русский язык не родной у латвийских граждан, если по различным причинам человек сдал один экзамен на сессии на тройку, в отличие от российского гражданина, человек не теряет эту стипендию, все равно получает. Есть возможность получить повышенные стипендии каждого университета. То есть некоторые университеты делают свои надбавки. И также никто не запрещает претендовать на те стипендии, которые выделяются российскими государственными фондами или частными благотворительными фондами за хорошую успеваемость. Такие стипендии у некоторых вузов доходят до 15 тысяч рублей в месяц. Если получать стипендии частных фондов, то можно какие-то очень большие суммы получать. А были ли в прошлом году заявления от латышей? В прошлом году были заявления от латышей, было заявление от девушки, которая была эстонкой национальности. Мы открыты для заявлений латышей, эстонцев, литовцев. То есть не только русский и латвий, но и латыши тоже проявляют интерес к этому. В зависимости от того, какой родной язык. Ну давайте все-таки о тех вузах, которые ждут латвийских абитуриентов. Несколько, может быть, назовите хотя бы, потому что понятно, что весь список, наверное, мы тут не перечислим. Скорее всего, можно заглянуть. Да, можно скажите, какие еще попользуются наибольшей популярностью? Какие вузы в этом году ждут? По статистике наиболее популярный вуз – это Балтийский федеральный университет, который расположен в Калининграде. Также хотелось бы выделить Санкт-Петербургский государственный университет, который много студентов принимает. Санкт-Петербургское училище имени Макарова. Ну, теперь это университет имени Макарова. В основном там учат моряков, учат инженеров водного транспорта. Хотелось бы выделить такие вузы, как РУДН, Высшая школа экономики, Академия государственной службы и народного хозяйства, финансовый университет. То есть, как видите, палитра вузов по техническим специальностям в ГИК, ГИТИС. Список вузов вы можете, конечно, посмотреть на сайте. На сайте посольства, да? На сайте посольства приведена ссылка на сайт информационно-аналитической системы распределения квот, так называемый rushadefis.ru. Там можно посмотреть список вузов, которые предлагают обучение по конкретным специальностям. Это несколько сотен вузов, сейчас я их сказать не могу, но вы можете посмотреть. Я вам назвал статистику, куда поступают люди в основном. И очень много студентов забирают те вузы, которые имеют здесь представительство, представительство Балтийского федерального университета и информационно-консультационный центр Псковского государственного университета здесь функционирует. Очень много студентов уезжают именно туда. А вы вот отслеживали, что делают студенты после того, как заканчивают вот эти специальности в российских вузах? Остаются они или уезжают, или как? Либо они продолжают обучение по российской квоте, например, после бакалавриата идут в магистратуру, в аспирантуру. Некоторые трудоустраиваются. Ну, действительно, по данным организации соотечественников, действительно, довольно много уезжает из Латвии. Не могу сказать точную статистику, но соотечественники говорят так. Ну, это логично, если получать образование такое достаточно серьезное, скажем так, в России, то, наверное, там и на месте заинтересованы в выпускниках, которые, в принципе, хорошо закончили, имеют успехи. На расхват, на расхват. Есть еще звонок у нас. Надевайте наушники, пожалуйста, слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Я хотел сказать, что вы так интересно рассказываете о учебе в России, но, может быть, стоит напомнить вашим радиослушателям, что российским дипломом работу в Латвии и в ЕС не найти, и потом, в свою жизнь, будете подкладывать по какому-то сложному безопасности. Ну, мы немножко говорили в начале программы. Вы не слышали сначала программу? Бросил трубку слушатель? Ну, ладно. О каких-то сложностях мы уже начали говорить. Ну, вот, может быть, еще про конвенцировать. Хотел бы еще раз сказать про интеграцию в баллонский процесс. Возможно, придется пройти некоторые формальности, такие как установление соответствия вашего диплома, ну, нострификация и так далее, различные консульские действия. Но если есть много людей, которые уже приезжают с российским образованием сюда, в Латвию, и трудоустраиваются, в том числе по нашей программе, то, наверное, стоит в первую очередь с ними поговорить, как они довольно легко обустроились здесь. Ну, давайте вот, может быть, как-то, я не знаю, или успокоим, или наоборот предупредим. Вот все-таки вот эта вторая часть меня зацепила, то, что сказал слушатель, что выпускники будут всю жизнь потом под колпаком у службы безопасности. Это действительно вот стоит этого опасаться? Мне трудно решать за службу безопасности. Лучше, наверное, выяснить у них, по каким причинам. Ну, они-то вряд ли нам схожут, это уж точно. Не, ну, такое негативное отношение, скажем, в латышской прессе, есть тому, что учатся в российских вузах. Ну, хорошо, у нас что, люди редко получают какое-то образование за рубежом? Может быть, в безопасности, я не знаю. Нет, ну, я вот просто пытаюсь представить, если, допустим, человек получил образование в России, ну, пусть он не сейчас его получил, раньше он потом всю жизнь будет клиентом службы безопасности Латвии, вот как-то трудно это представить. У меня масса знакомых, которые учились в России. Вот, я сама какое-то время там училась, но это, правда, было давно. А сколько еще среди депутатов-министров, которые учились в Советском Союзе? Они жалуются на слежку? Ну, вот как-то да, надо думать. Ну, не знаю, мне кажется, что все-таки немножко преувеличено. Возможно, да, геополитическая ситуация, она говорит о том, что, наверное, какое-то внимание к этой программе, может быть, на нее обращено и со стороны спецслужб Латвии, не спорю, но, вот, наверное, вряд ли будут за каждым выпускником российского вуза, который вернется сюда ходить. Ну, мне трудно представить. Ну, был же вот этот шантаж якобы за школ, которые хотят открывать, которые хотят открывать российское посольство. Да, кстати, вот эта программа, вот насчет нее вы что-то знаете? Вот как она свернулась окончательно, когда хотели здесь открыть школы? Все еще есть такие планы. Пока что наиболее насущная проблема – это передача здания для этой школы. Работа ведется не быстро, то есть это не вопрос следующего года. Или 2018-го. Ну, пока что вопрос прорабатывается. Ну, понятно, что обстановка пока не способствует, скажем так, всем вещам. Надевайте еще наушники, пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, доброе утро, пожалуйста. Доброе утро. Вопрос чисто практический. Скажите мне, пожалуйста, при подаче документов в посольство необходимо иметь переведенный латвийский паспорт на русский язык. Согласно закону о нотариате латвийские паспорта не переводятся нотариально и в Латвии невозможно. Каким образом выходить из этой ситуации? Спасибо. Как надо перевести паспорт? Не было пока что таких прецедентов, чтобы возникали трудности при переводе паспорта, если честно. Ну, как я и сказал, до 16 марта можно подать документы без перевода, так что если у вас возникают такие трудности, подавайте тогда без перевода или, может быть, с каким-то рабочим переводом вы, допустим, сами переведете и приложите. Если у вас возникли такие проблемы, то тогда, пожалуйста, свяжитесь со мной по телефону посольства. После того, как придет комиссия, если вы увидите себя в списке утвержденных кандидатов, то есть спросите, пожалуйста, как вам действовать до 5 апреля, в какой форме подавать вот это нотариально. Сейчас можно подавать паспорт и без перевода просто, как это есть. Пока что да. Да, и вот еще интересное замечание попалось мне на глаза от, так сказать, рекомендации от Татьяны Фаворской. Она как раз говорила, что при выборе вузов просят не зацикливаться абитуриентов, вернее, ну да, абитуриентов латвийских, только на таких вот крупных городах Москва и Санкт-Петербург. То есть она как раз рекомендует, это только рекомендации, разумеется, у каждого свои, так сказать, предпочтения, но она рекомендует, что там очень дорого все-таки для проживания эти города, и на одну стипендию там прожить не получится, нужно все-таки, помощь будет родных. А почему родных? Потому что студентам запрещено подрабатывать дневных отделений? Все зависит от того, какую визу человек получает. По опыту прошлых лет обычно предоставлялось право работать. Все-таки немножко можно, да? Да, но это с гарантией будет ясно только в августе, когда человек получит визу учебную. Но это не с первого курса или уже с первого курса может студент подрабатывать? Ну, в тех случаях, когда можно было подрабатывать, да, с первого курса. То есть можно прямо с первого дня учебы, да? Вот, но она также обращала внимание, что вот такие города, как Псков, Великий Новгород, Тверь, они сохранились в списке этих? Да-да-да, сотни. Вот, они как раз являются такими крупными культурными центрами, жизнь там дешевле при этом. Да, безусловно. Про Новгород, меня это даже заинтересовало очень много. Этому мужчине скажите, я буду рада, если меня будет сопровождать умный мужчина, может, и сумку поднесет в школу. Спасибо. Да, спасибо вам тоже, пожалуйста. Я понимаю, что имею в виду агенты безопасности. Да, конечно, ну, если они умные мужчины, мы умных мужчин любим. У нас в гостях был сегодня Аташе, посольство Российской Федерации в Латвии по вопросам образования Алексей Доманов. Спасибо и до свидания. Спасибо за внимание, спасибо, что пригласили. Да, мы продолжим через несколько минут после новостей и рекламы, обсудим поправки скандальные к уголовному закону, чем они нам грозят. Не переключайтесь, участвуйте в нашей программе.